История, которую я сегодня хочу вам рассказать, произошла в одной семье, и это реальная история. Это невыдуманная, она действительно произошла. Она произошла давно. Эта семья испытывала очень большие трудности. В семье не было денег. И вот однажды мама возилась на кухне и слышит звуки. Девочка Наташа, которой было около пяти лет, и ее братик Сенька переговаривались. Наташа говорила, ну иди ты, ты иди. А Сенька говорит, ну нет, иди ты. Ну пойди ты, ты младший, тебя мама послушает. Мама услышала и говорит, что вы там возитесь, что там у вас? Наташа все-таки решилась и говорит, мама, купи, пожалуйста, конфет. Мы так хотим конфет. Мама опустила глаза, развернулась и стала продолжать делать то, что она делала. Но мы очень хотим, мама, конфет. Мама снова повернулась к детям и говорит, ребят, я же вам уже несколько раз говорила на этой неделе, что сейчас у нас очень тяжелые времена, нет денег. Не то, что на конфеты, а нет денег даже на хлеб. Ну кому же нам тогда обратиться? Мы тогда скажем папе. Когда папа придет, попросим, чтобы он нам купил конфет. Мама говорит, но папа вам тоже ответит, что и я, потому что папе, до зарплаты папина еще очень много и нету у него тоже денег. Но что же нам делать? Кого тогда нам просить? Спрашивала Наташа и Сенька. Вот мой совет, говорит мама. Помолитесь Богу и, может быть, Бог ответит на ваши молитвы. Тогда Наташа взяла Сеньку за ручку и они ушли в другую комнату. Закрыли за собой дверь и Наташа сказала, давай становимся на колени, будем молиться. Сенька еще плохо говорил и молилась Наташа, а Сенька что-то бубнил под нос. И вот Наташа говорила, Боже, пожалуйста, пошли нам денежку, чтобы мы купили конфет. Мы поделимся этими конфетками с другими друзьями, с мамой, с папой. Мы будем послушными, будем делать все, что нам говорят, только пошли нам денежку, чтобы мы купили конфет. И она сказала, аминь. И она не успела еще сказать аминь, как маленький Сенька говорит, нету конфет, нету. Тогда Наташа говорит, ты, наверное, плохо молился. Это ты возился и бубнил что-то под нос, вот и нет конфет. И стали они думать, что же делать. И Наташа говорит, я вспомнила. Ты знаешь, что у нас в церкви, когда мы ходим на богослужения, прежде чем дети молятся, что они делают? Поют. А мы с тобой не пели. Давай будем петь. И тогда Наташа подошла к полке книжной и взяла гимны. Наташа еще читать не умела толком, но она с видом, что она очень хорошо все читает, она открыла гимны на любой странице, пальчиком ткнула в любой псалом и говорит Сеньке, поем. И начали они петь. Сначала это было очень неладное пение. Наташа вспомнила первый псалом, который часто в церкви пели. И все, что она вспомнила, она спела. Закончился первый псалом. Она говорит, нет, надо еще один спеть. И она снова перелистнула. Еще один листик. И они спели еще один псалом. Прошло еще чуть-чуть, и Наташа говорит, ну давай последний псалом. Споем и посмотрим. И вот она перелистнула еще один листик и увидела в гимнах, посмотрите, что увидела в сборнике между двумя листиками. Не успела она даже сказать, что это. Сенька крикнул. Иисус ответил, Иисус ответил. Деньги Он нам послал. Наташка взяла эти купюры и стала вот так вот махать над головой и побежала бегом на кухню к маме. Мама, мама, деньги. Иисус нам деньги послал. Мама, с таким ужасом, где вы взяли эти деньги? Нам Иисус дал, кричит Сенька. Как вам Иисус дал? Откуда они у вас? И Наташа стала маме объяснять. Вот так и так мы молились, а потом пели. И случайно в книжке, где псалмы, нашли эти денежки. Наташа, конечно же, задала первым делом вопрос. Ты нам купишь конфет, мама? Ты же обещала. Мама тогда сказала, на эти деньги можно купить не только конфет, а можно на них прожить почти целый месяц в нашей семье. Дети обрадовались. Мама одела быстро пальто и побежала в магазин. Ребята, скажите, бывало у вас в жизни такое, что вы о чем-то просили Бога, и Бог вам так быстро-быстро, как детям, отвечал? Были у вас такие случаи, что прям вы помолились? Не было, да? Редко. Давайте посмотрим в зале. Поднимите руку. Было у кого-то, кто попросил, и прямо в ближайшее время Бог ответил? Видите, есть люди, оказывается, такие. Я вам желаю, чтобы вы в жизни испытали вот такую веру, чтобы у вас была такая вера, как у этих детей. Как вы думаете, мама сначала, конечно, сомневалась, что эти деньги, она говорила, ну это, наверное, папа там забыл деньги, или, может быть, в церкви кто-то вложил, но дети ей говорили, нет, это Иисус нам послал деньги. И потом мама сказала, да, действительно, чудо может быть. И чудо может быть и в вашей жизни. Я желаю, чтобы у вас тоже была такая крепкая вера. И есть стих в Библии, я знаю, что следопыты сейчас как раз этот стих учат. Записан Матфея 21-22. А ну-ка, следопыты, вспоминаем, учили? 21-22 Матфея. Там говорится тоже о вере крепкой. Ну давай, Егор. Матфея 21-22. Все, чего не попросите, молитвы с верою получаете. Да? Все, чего не попросите в молитве с верою, получаете. Потому я вам, давайте, мы сейчас помолимся и желаю, чтобы у вас тоже была всегда такая крепкая вера, как у детей. Давайте помолимся об этом. Анита, помолись, пожалуйста. Дорогой Господь, спасибо, что охраняешь нас. Спасибо, что отвечаешь на наши молитвы. Спасибо тебе за то, что ты всегда следишь за нами, не оставляешь нас в бедах. Аминь. Спасибо. Продолжение следует...